Всем привет, Анаполюбители! С вами Наташа, вы на канале Анапчани. 15 мая 2023. Сегодня отличная погода, солнечно, ясно, солнышко пригревает. Сейчас мы идем на центральный пляж, там на пляже измерим поточнее температуру. Направляемся на пляж мы с вами через детский парк. Сначала идем по неблагоустроенной его части, такой диковатой, густо зеленой, растительной. И дальше у нас на пути будет его благоустроенная часть, парк аттракционов джунглей. Парк находится на речке Анапки. И послушайте, какое звуковое сопровождение для всех в этом месте гуляющих. Вот это лягушачья бодрая, братва! Сегодня понедельник, около 11 утра. И на этот час, похоже, что не все аттракционы работают в парке. Тем не менее, из всех касс, одна касса работает. Значит, можно приобрести билет на какой-нибудь аттракцион для особо желающих. Во всяком случае, колесо обозрения крутится. Фасадную часть парка с улицы Красноармейской отреставрировали, обновили. Как вам, кстати? Правда, вот входная группа до сих пор еще в процессе реставрации. Как видите, и название джунглей отсутствует. Но, наверное, к лету уже все будет готово. Переходим улицу Красноармейскую. Здесь у нас мост через речку Анапку. И виднеется за речкой уже полоса моря. Нам в ту сторону. Смотрите, здесь по пути на пляж в этом году открыли супермаркет Перекресток. Магазин работает с 8 утра до 11 вечера. Кстати, в Анапе появились супермаркеты Магнит, которые работают круглые сутки. Очень удобно для людей, которые бодрствуют допоздна. Сейчас мы с вами проходим по Пионерскому проспекту мимо территории, на которой когда-то находился пансионат с советских времен. И вот последние года эта территория осваивается на современный лад. Зелени здесь стало значительно-значительно меньше. Представляете, какое обширное пространство, лишенное зелени, под пеклом летним будет. Вот сейчас уже я иду. Сегодня довольно жаркий майский день. И вот если бы не бриз с рядом находящегося моря, то было бы тяжело. Но вот думаю, летом как раз-таки тут будет тяжело. Вот тоже обширная часть отведена под парковку. Да, зелени-зелени не хватает в некоторых частях Анапы. Вот мы с вами проходили детский парк, зеленую его зону. Ну, согласитесь, совсем другой настрой. Да, на фоне озеленения совсем другое настроение. И вот тут, кстати, вот где сейчас осваивается территория по-новому, по-современному. Вот раньше тоже было много зелени без преувеличения. Ну что ж, заходим в один из проходов к морю. Здесь у нас в последние года возвелись ряд современных отелей для людей, которые привыкли отдыхать за границей. Вот для них аналоги заграничных отелей возводят. С бассейнами все включено. Здесь у нас аллейка. Тоже с дефицитом зелени, деревьев. Лавочки симпатичные, но зелени, как видите, спасительной. Тоже нет. Вообще все вот эти мероприятия по компенсационному озеленению, которым успокаивают нас, местных жителей, при очередной вырубке какого-нибудь зеленого кластера в городе в угоду современному благоустройству или постройке гостиниц. Но вот этим мероприятиям, как мне кажется, не хватает надзорных органов, которые бы держали в тонусе ответственные лица за возобновляемые зеленые зоны. Потому что мало того, что нужно ждать, пока молодые деревья дадут уверенную зеленую крону, защищающую от солнца тень, так еще и в процессе за растениями нужно ухаживать, в достатке поливать обильно и следить за тем, чтобы болезни и паразиты не влияли негативно на новые свежие посадки. Получается, мы заходим сегодня на пляж, немного правее речки Анапки в сторону Пионерского проспекта. Но до Центрального мы обязательно дойдем, не переживайте. Просто мне захотелось посмотреть, как обстоят дела на благоустроенных территориях пляжных вот этих вот супер-отелей анапских. Ну вот здесь мы видим, что детская игровая зона возведена, зонтики стоят, лежаки в рядочке выстроились. Единственное, отдыхающих не видно. Пляж пустой одного из отелей. Хотя погода сегодня располагает, как минимум, загорать. Ох, а море по виду какое-то июльское, а не майское. Что-то, что-то окутано оно тиной. И это середина мая. Люди, которые платят немалые деньги за отдых вот в этих отелях, у них путевки по системе все включено, в том числе включена и тина. Сейчас, конечно же, они бутыхаются там где-нибудь в бассейне, в отеле. Ну а летом-то куда деваться? Приехать к морю и проводить время у бассейна? Ну, может быть. Может быть, кому-то так и нравится. Смотрите, как одеты люди легко. Кстати, я тоже сегодня в шортах и в майке по-летнему. Это сегодня, считай, первый день. Я вот так вот одета легко. То есть без всяких там курточек, кофточек и с голыми ногами уже. Ну что могу сказать? Вполне комфортно даже у моря, где чувствуется легкий ветерок. Все равно комфортно. Друзья, выходим на пляж у речки Анапки со стороны центрального пляжа. Да, пришли мы вот с той стороны. Вот там мы ходили с вами. Ну что, людей пока немного на горизонте. Теперь, когда погода установилась в направлении лета, с каждым днем будет все теплее. И ситуация на пляже тоже будет каждый день меняться. Людей будет все больше и больше. Температура воды в море пока что бодрячком. Я думаю, даже люди, которые готовы купаться при температуре около плюс 20, еще не готовы на такой подвиг. Потому что температура воды в море только около плюс 14 градусов. Кстати, вы запомнили, какая морская вода была, когда мы только вышли к морю? Да, вот там, на Пионерском проспекте. А теперь оцените, какая водичка здесь, на центральном пляже. Вот, в частности, у речки Анапки. Звенящая чистота и прозрачность. Когда море такое чистое, оно так и манит, так и нутца. Ну вот облом. Это его низкая температура. Ну ничего, мы терпеливые. Подождем. Подождем. Недельки через две, я думаю, уже, если, конечно же, будет сохраняться тепло, то температура, думаю, уже будет около плюс 20. Возможно, даже немного выше. И это, как понимаете, уже для многих комфортная температура для купания. В отдалении от пляжной зоны отдыха здесь у нас ряд спортивных волейбольных площадок. Сегодня, в частности, тоже собралась команда. И здесь у нас рядом туалеты душевые. Я специально сюда подошла, чтобы убедиться, что для отдыхающих на пляже работает туалет. Потому что в море ходить еще холодно. С 8 до 8. 30 рублей одно посещение. Раздевалки, к слову, уже установлены. В том числе готовятся пляжные бары. Мусорки уже есть. Очень хорошо. Ну, лежаков пока что нет. Люди на своих полотенчиках загорают. Или вот на подручных каких-то досках располагаются. Друзья, оцените готовность пляжа к приему гостей от до 10 в комментариях. Вроде бы Василий Швец выражал настоятельное пожелание подготовить центральные пляжи Анапы к приему гостей. И еще к 1 мая. Ну, что-то все еще. Вот это вот все в таком состоянии. В каком-то... Ну, вид такой. Не расслабишься. Не отдыхательный. Да? И вот так из года в год. Хотя, припоминаю, в один год, лет 10 назад, прямо на 1 мая, вот реально на 1 мая, центральный пляж был готов на 100%. Лежаки уже стояли. Правда, это был единственный год. После этого года больше не практиковали такую готовность. Возможно, потому что люди гуляли в праздничные дни майские по пляжу и размещались на этих лежаках. Не для того, для чего предназначены эти лежаки. Мы с вами подходим к центральной части центрального пляжа. Я всегда отмечаю это место, когда делаю обзор с центрального пляжа. Потому что здесь всегда максимальное скопление людей, кто отдыхает в центре. Ну и вот сегодняшний день, я думаю, не исключение. Водичка холодная, но день уже сегодня вполне жаркий. Некоторые люди разуваются и, как минимум, мочат ноги в море. Хоть как-то соприкасаются с этой манящей стихией. Чистой и прозрачной. Обращу внимание, что возле Гребенских ворот. Состояние моря. Такое же крутяцкое, прозрачная водичка чистая. Вон мужчина вдалеке купается в майке, чтобы потеплее было. Вот девушки решились, смелые. Вот отходишь от моря, и жарко становится. А подходишь, освежающий такой фон. И по этому фону как раз-таки и можно понять, насколько прохладное сейчас море. Ну, собственно, даже по девушкам понятно, да, что температура воды в море еще некомфортная для купания. Собаченская тут же в тенечке располагается. Пляжная собака на отдыхе. Проходит мимо нее хозяйская собака на выгуле. Можно, конечно же, возмутиться, да? Ведь вышел уже вполне внятный указ, запрещающий выгул собак на детских площадках, парках и на пляжах. На пляжах там, где отдыхают люди. Вообще, если присмотреться, то тут на центральном пляже у ланж-зоны прям какая-то идиллия отдыхающих людей и отдыхающих собак. Все чинно, мирно, спокойно. В отдалении от Гребенских ворот, так скажем, на территории лечебного пляжа, можно взять лежак по символической цене за 100 рублей в день пока что. Здравствуйте! Здравствуйте! Рассказывайте! Мы вас смотрим каждый день, смотрим несколько лет, вот приезжаем сюда. Привет хотела передать Кемерово, это в Сибири далеко, там снег иногда бывает летом. Как вам погода в Анапе? Ну, пока еще вечер прохладный, загорать холодновато. Я вижу по вашему виду, вы в кофте. Да, ну лебеди красивые, дельфины вообще. Анапа очень красивый город, весь в зелени, в цвету, я просто вообще в восторге. А воздух? Воздух великолепный, кислород, да, мы в 5 утра встаем и гуляем, мы 17-18 тысяч шагов в день нашагиваем с дочкой. Она просполагает, по набережной, да, гуляет? На эмоциях, да, на новую набережную вчера ходили, закат смотрели. Закат – это отдельная песня. Да, очень здорово, очень довольны, счастливы и уезжать даже не хочется домой. А почему не летом отдыхаете? А мы захватим лето, мы приехали 1 мая и июнь, и ещё подольше останемся, побольше. Долгий период. Мы бежали с севера, с нашего, скорее сюда погреться, но пока ещё погода как-то… Да, сейчас каждый днём будет всё теплее. Дай бог, дай бог. Мы вас любим, мы вам очень благодарны, что вы освещаете каждый день и погоду, и всё вот это, где пляжи, и город, всё. Вы нам очень нужны. Спасибо вам за вашу работу. И вам спасибо, что смотрите. Хорошего вам отдыха. И вам хорошего дня. Спасибо. Спасибо. До свидания. Чуть не забыла, я же обещала вам показать температуру воздуха реальную у моря. Смотрим. Около плюс 20, уверена, около плюс 20. Конечно же, могло бы быть и теплее, и, наверное, после обеда будет и в самом деле потеплее. Но уже плюс 20 в радость на фоне дождливой серой весны, которая была в этом году в Анапе, плюс 20, да, это уже люди наполняются радостью и как магнитом их манит к морю заняться полноценным пляжным отдыхом. Ведь для отдыха в Анапе это первоочередная задача на отдыхаться на пляже, на загораться, ну и по возможности накупаться в море. Друзья, я была рада вам рассказать и показать, какая ситуация на центральном пляже Анапы 15 мая, дальше больше. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. И также приглашаю вас в наш телеграм-канал Анапчане, ссылка будет в подписи к этому видео внизу. На этом канале оперативно мы выкладываем видео, фото и новости. Все, всем всего хорошего и, возможно, до встречи уже в самой Анапе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!